Добрый вечер. У меня в планах перехватить покатушку, которую Дима Курочкин организовал. Он мне прислал геопозицию. Они на углу Благодатной и Новоизмаилского. А я сейчас поеду на Новоизмаилский, я на углу с бассейной. Пойду навстречу и перехвачу. Хочется, чтобы мне кто-нибудь снял на нормальной скорости на пампинге, потому что все что-то отстают, а в этой кодле есть, я думаю, люди, которые могут хорошо держать, поэтому, может быть, получится нормально сняться. А если не получится, то просто прокачусь. Долго не буду, потому что завтра с утра еще занятия, но немножко с удовольствием. Вот это самый шикарный кусок из известных мне в городе. Именно по длине, по совокупности как бы качестве, по отсутствию поперечных каких-то свилей. Вот есть еще в районе, это там Ломановска Ксовская или Заровская. Я там снимал, когда был. В том районе там тоже шикарный есть Ксок. Так, только не надо метаться передо мной. Вот, сейчас мне главное не столкнуться с этой толпой, едущей навстречу. Приятная бодрость. Еще воздух сейчас такой, ну, уже чуть-чуть прохладный, но не холодный. И вот мы, сейчас я набираю такую среднюю скорость. Смотрю, сколько покажет спидометр. О, 21,9, кстати. В принципе, какое-то время я так смогу ехать, если ускоряться сильнее. Не знаю, насколько мне хватит дыхалки. Давно не делал кардиоупражнений. А вот уже едут первые ласточки. Вижу, 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 вижу. Характерные движения. Джум-джум. Джум-джум. А что, парни тормозить не умеют. Парни спрыгивают. Это пультируется. Я боюсь стереть себе подошву. Тихо-тихо. Я знаешь, что на самом деле хотел? Вкусился. Хотел снять. Здорово. Приветствую. Привет. Дима. Василик. Здорово. Я мечтаю, чтобы меня кто-нибудь снял. Здорово. Здорово. Никто не может меня догнать. Я хочу снять пампинг по прямой, просто хотя бы там минуту, например, да, чтобы... Вот у нас есть оператор. Дима, он на 30-60 снимет сейчас. А, можно и так. Да, ну, сейчас темно. Здорово. Могу кому-нибудь дать камеру свою. На, можно ее прям писать. А, она включена? Да. Здесь Zoom есть, слева джойстик. А так просто держишь и все. Давай, мы с тобой в доске. То есть, уберете, да. Это демон-запись. Хорошо? Короче, смотри, мы туда подбери, чем мы... Так, вот нас много. У-у-у-у. Василий сделал нам этот сюрприз. Начинает снова возрастать душем. Вот. Встретил нас. Мы его встретили на своем пути. Подкрался. Класс. Вот наши. Мира Джан. Руслан Джан. Саша Джан. Ренат Джан. Ветер Джан. А, сможешь на ней пушить? Руслан Джеффе. Ну, что я с неба упаду, у меня водит р주�rock. Чистюс одноги. Вот так. орел джан да 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 а подожди то есть и я тоже снимаю да нет я думал он я тут чуть-чуть немножко это поворошил чтобы на руку накинуть я не знаю я просто сбоку ничего себе это сок от 25 26 где-то километров в час мне мне не допушить по крайней мере с камерой в руках это очень сложно в точку просто василий оттормаживается так сейчас я буду футбрик сколько километров в час пушка пушка колотушка ну что погнали за тобой побежали могли остановиться 20 26 километров в час да василий я думаю он даже наверно смогет похлеще икаруса до рада я sagen ничьё себе просто ракеты щитки слан загоняем кликс может быть это из серии первых первое впечатление а потом ножку так чуть-чуть туда вась пока свежо можешь сравнить вот с этим еще дал но короче направлен также да вот л до вперед также как у это видишь эти стоят подковки подковки так кусочек да и баром просто это скажешь свое мнение вася эксплуатируем пока можем более жестко с лучиком поцелуйчиком все сейчас здесь передых и помчали дальше флексик кексик флексик кексик за зимой конечно ну так сказать ваше сезон поздавил блин вообще хрустая пора по фонасе включать чтобы пугать оу ничего себе из-за чуть не шелепнует так василий едет сейчас расскажет нам сравнить два вангварда а вот подвесы подвесы с душами вот это все импульс хорошие матрас я был в городу только не стал есть по одной простой причине судьи не заказчиками с моим весом не закрыть дубу даже вот такую а то меньше что развернуться да это как раз и пышки да 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 вот мягче меняется ну как раз по весу мне я просто пробовал в круг когда входить но самое то есть что у меня есть не жесткий брат не просто выгодная а не но у меня не дай специально за тем кто ценит стиль и пространство он под представительского класса скажите вообще это больше про вигл она больше про вигл она тебя склоняет к виглам можно обдоки по нарезать посмотри недолго ренат вот она можно как бы нарезать но он тебе все равно вот это вот уменьшает это такое уже дагау привык там длинная база мне хочется как больше даешь на ней ну чё помчали ребзя а мы уже все уезжаем так и не значит там дивана снимал и камеру него забрал прокатился на трех вангардах в том числе на первом флексе рената дим сколько ренат весит вот фонарьки уже пора включать мне кажется но для его веса наверно совсем хорошо такое но под любой flex можно подстраиваться вот смотри вот самый интересный сетап на и карте как он ездил это третий flex ци иксами спереди то есть задние соответственно остается штатная даже не надо представляете и получается что ты как бы педалишь ее так достаточно легко она очень также легко отзывается то есть на это и надо сначала разогнать ты же с места но чувствуешь большая вязкость да у него получается такая вот это скорость это выбираешь скорости на скорости конечно она прям вот тем более вот этот flex он дает пружинности и не надо особо уже вырезать этот протаскивать задние колеса они сами ниточки здесь хорошие самые лучшие наверно да 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 здесь преимущество пока еще не убиты видишь преимущество что вы из машин нет да потому что на большой скорости внезапно если машина видит можно не успеть это радует до 30 какой там 38 августа так вы куда прав на лево прям в общем прокатился я то что я успел бросить взгляд на скорость его 26 7 или 25 7 что-то не помню ну короче вот 26 было точно плюс минус скорость такую держать можно на движение в теле достаточно выраженная то есть спринт до длительный заезд с такими настройками мне вот например был бы тяжело просто буду перестал кислород получать нужным количеством просто потому что зажато все очень сильный полноценный вздох не сделать это вот надо учитывать и вот поснимаю заодно кто на чем в общем пока светло относительно прокатимся с ребятами потом я почувствую что мне уже хочется домой то не буду себя сдерживать это будет ну он а вот кстати после этих вангардов пикарус такой мягенький кажется по настройкам смысле он очень чувствительный тем более что на скорости любая подвеска мягчает пропорция сразу меняется в сторону большего результата сдвигаешь ее там на 5 сантиметров а за это она делает дугу не пол метра опять это конечно дает специфические ощущения сразу люди говорят про нас что мы обалдели совсем бабушки какие-то раньше наркоманы и проститутки все были у подъезда теперь вот катаются обалдели совсем вот я сейчас еду 20 метров в час это в принципе нормально крейсерская скорость при условии что асфальт хорошая горки нету в горку смысле ветра вот уже велосипедисты без фонарей едут и на камеру хорошо видно глазами могут сливаться когда все в сером все в сером Продолжение следует... Продолжение следует... И вот я снова дистанцию выравниваю, а человек все это время фигачит пампом. Здесь, правда, вопрос еще к ходовой тоже, но там подшипники, колеса. Сейчас сделаю три хороших толчка, и я 100% сейчас его догоню, я просто чувствую это. Осторожно! Сильно пахнет асфальтом, свежим, свежеположенным. Пока сезон продлеваем фактически до бесконечности. Кажется такое, что это фусть всегда... У нас вся какая-то колбаска растянулась на полкилометра. Я где-то в середине еду, но примерно понятно куда. Вон там видно синюю, точнее голубую каску, практически ООНовскую, Курочкина. Так, на красный не пойду, подожду, ребят, чтобы водители не тревожите, не бежать. Продолжение следует... Как на ДН-серии на такой скорости, нормально? Нормально. Это очень стабильная доска. Очень стабильная, очень комфортная. И доска, и лавочка, и журнальный столик, и вообще нормально. Это 70, да, миллиметров колес? Да, это стимулус. Ну вот здесь понятно, а если где-то... Как у нас, примерно везде и асфальт такой уже. Это у нас в лице еще добавлено, нормально будет. Я больше за колеса, диаметр просто и жесткостая, они немножко... Я изначально ее собирал, это по ТЭНС. Не, понятно. Просто она в круизе оказалась тоже очень комфортной. Очень. У меня на моих 69 колеса. Но учитывая, что здесь подшипники лучше. На 59 или... Слушай, они выглядят как будто 60, даже меньше. Да, 60. Скатанные уже, да, или просто такие были? Подкатанные немножко. Почти как скитовые. Да, да. Пойдем на что-то. Но на нереальном гаражном 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 гаражном. Так что дело не в снаряде, а в райдере. Дима, мы все негодуем, потому что ты желтую майку не взял и теряешься в науке. А что за фонарик там? Ой, блин, я скидывал уже в чат его на а-зоне просто куплен. Точнее, ну, типа, соли, но там заставка. А, ну, то есть, такой крутится, это... Да, удобно. Я хочу, ну, приделать его на доску, чтобы можно было... А он будет же вот так отвертлять, когда ездишь. Они были на этой... Когда дождь... Когда едешь, он будет вот так вот мигательным. Ну... Не, он же будет поперек стоять. Он же видишь, как... А, типа, широким светом. Ну, да. Просто сейчас были моменты уже стрёмные. В сумерках кто-то навстречу едет, какой-то велосипедист, он весь в сером. Никаких опознавательных знаков нет. А когда встречный свет откуда-то еще с дороги, ты можешь его вообще не увидеть. Так, что такое? Толпа растянулась. Там девчонки в конце отстают немножко. Одни ушла, другие уже на заливе. И мы же там замыкающиеся птички. Тебя видно вообще прям, прям... Тебя видно? Тебя видно. Как прям вот эти едут на этом? Ну, в лесу не светит засильно. Прям хорошо. Тут можно убавить. А меня-то видно тут? Ну, тебя видно из-за цвета. Всегда. Фонарик. Ну, если мельком пронесешься, в этот момент будет пауза между вспышками, можно не увидеть. Это мигает и в небо сейчас следит. Правда. Так лучше, конечно, да. Но так немножко бьет по глазам. Лучше, когда... Или мерцающий свет, или... Габариты. Габариты какие-то, наверное, просто. Цветовые вращалки всякие. То есть, ну, это не шутки. Можно просто влететь. Мы так катали, хоть я вот, ну, как вы, когда едем, хоть с таким опознавательным знаком. Можно вообще-то... Нет, вот можно включить. Такое есть тоже. Этот. Кто-то там скидывал уже в чазики. Какие-то вообще чуть ли не подвесили рублей. Фонарики на сумку крепятся. Он размером... А, да, да. Какой-то вот такой, да? Как заколка, да. Буквально его видно везде. Какая-нибудь мере, хотя бы в толпе, чтобы ориентироваться. Заколка и плюс еще сзади красный, да? Да. Это тоже хорошо. Ориентироваться. Все попрыгали. Это, ну, это, замен снарядов. А, на ходу? В прыжке? Как дозаправка в воздухе, да? А? Как дозаправка в воздухе? А у нас будет дикси где-то далеко. Ну, далеко и не близко. Ну, хорошо. Возвращаясь к теме пампинга и пушинга. Ну, вот, не знаю, может, конечно, дело в подшипниках, там, в колесах. Но вот плюс-минус колеса у всех одинаковые. Ну, кроме дансеров. Вот я делаю раз толчок, два толчок. И, собственно, вот, я еду совершенно спокойно, догоняю пампящих ребят. Скажем так, пампинг преимущества свои. Извини, извините, пожалуйста. Все, все хорошо. Собаку напугали, конечно. Толпа таких странных ребят. Так вот, возвращаясь к теме пампинга и пушинга. На скорости 20 плюс пушить становится, ну, даже начиная где-то с 17, но это еще возможно. Но 19-20 – это порог, на котором памп имеет свои преимущества. Именно из-за продуктивности поперечного усилия его преимущества перед толчком. Потому что из скорости толчка вычитает скорость движения доски. То есть это уже будет, надо огромный замах делать, шлепать с размаху ногой. То есть уже КПД падает. А памп как раз выходит на первое место. Из-за того, что только в фоликовых коньках боковое усилие никак не может мимо асфальта пройти. Из него не вычитает скорость движения. Вот. А на крейсерских скоростях, там типа, ну, 15-17, обычный пуш, вполне себе рулит. Единственное, что можно иногда пампить для удовольствия. Это мое субъективное мнение. Может быть пожестче. Сейчас покрасим. А, ну, какими будут стоять сейчас? Настрой-то пожестче. А, ну, конечно. Да, так надо попробовать. Попробуй. Ну, мне кажется, очень будет тяжело. Хотя... Андрей, всегда можно узнать по зеленому цвету. Да. Если ты захочешь спрятаться, тебе просто нужно сменить цвет, и все сразу тебя потеряют. Даже курочки на потеряли из-за отсутствия желтой футболки уже. Ну, у Димы шлем зато. Ну, шлем, да, голубые каски. А, ну, как хорошо сказано, голубые каски. Ребятки, дайте перерыв пять минут. Да, пожалуйста. Давай. Вообще пошло. Попробуй. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подгорку просто обогнал даже без каких-то специальных усилий. Но, может, еще и в том дело, что я за своей доской очень тщательно слежу. У меня есть своего рода такой подфакционизм в плане ходовой. Чтобы там ничего не скрипело, не гремело. И подшипники всегда были в состоянии околоидеальным. И второй момент, тоже неочевидный для большинства. То, что кроме очень хорошей ходовой, большое значение имеет райдер и его связь с доской. То есть, я показывал там периодические примеры, как это работает. При некой идеальной дороге ровной, например, легкие уклоны, и человек просто стоит, разницы большой нет. Но если есть некий рельеф, или часто приходится толкаться, каждый из таких движений дестабилизирует систему райдер-доска. И на восстановление этой связи уходит, кроме времени, еще и энергия. Вот. И оптимизировать вот это состояние, общую точку баланса системы найти и поддерживать. Вот этот навык тоже, он при прочих равных добавляет, ну, с моей точки зрения, до 30%. Особенно в сложных условиях. Сложные условия – это когда засдолбанный совсем асфальт, такой волнистый. Или грунт, например, или что-то еще. Мы проводили эксперименты. Даже если просто зажаться и стать жестким, связь с доской держать. Это не дает выигрыша по сравнению с телом, которое адаптируется в реальном времени к изменению сопротивления, которое внизу. Это один из таких просто аспектов. Ну, мы сейчас растянулись, наверное, почти на километр. Я так субъективно прикидываю там скорости некоторых участников. Вот люди, конечно, тут дичь творят. Мне кажется, даже при очень хорошей технике вот так вот вылетать на перекресток, на красный. Наверное, не надо. В капусте, да, только-то? Да, на капусте. Смотрите, смотрите, смотрите. А это не наш чек? Нет, это не наш. Наш? Он все время так все делает, да? Просто однажды можно реально так. Ладно сам, а кого-то можно в Крыму отправить. Ты имеешь замечание? Не знаю. Я просто поэтому не люблю массовое скопление людей. Я вот два-три человека, я за них могу отвечать, если это занятия или там свои какие-то. Либо я сам, ну, по крайней мере, можешь что-то предпринять. А тут... Поэтому если у тебя, например, не дай бог, с кем что-то случится, что ты будешь чувствовать, надо либо брать чек-лист, как это... Ну, мы когда мы все классим, подписывать человек должен, да. Ну, это может тебя обезопасить. Подумай на будущем. Какая-то же добровольная тема. Ну, все равно. Ну, просто репутационно даже, да, вот все. Если покатушка сервиса с тобой у людей, ну, как-то так получилось, что ты вроде такой, ну, штурман или там как ведущий. Вот, поэтому лучше чуть-чуть с... Ну, я тоже был таким когда-то, молодым и дерзким. Это прикольно. Но есть какие-то разумные пределы, да. Одно дело прыгать с гаражей, там, да, паркор. Другое дело, когда ты улетаешь. Причем здесь он улетел на красный. И кто-то мог в это время пытаться закончить свой маневр с другой стороны. Я видел даже, когда люди... Ну, ты идешь на зеленый ночью, например, спокойно. И проносится 120 кто-то, ну, где-нибудь там в тихом месте. Поэтому... Дима, как едет-то? Здорово. Я сейчас хочу. А у Димы отжали доску. Из интересных снарядов, которые я сегодня попробовал, три ванги. Две очень похожих. И одна на сайдвиндерах и на дедбодах. Такая, ну, как раз под стать человеком. Спасибо. Так. Тут сейчас будет хороший такой кусочек. Шикарный. Я сейчас специально ради эксперимента буду только пушить. Причем не очень энергично. И сравним накат. То есть, вот, я сделал два толчка. Сейчас идет уклон. Если я буду чувствовать, что меня обгоняют, я буду делать дополнительный толчок. Ну, сейчас еще один сделаю. Да, еще, кстати, есть вопросы к технике пуша самого, потому что люди все по-разному толкаются. Не все умеют максимум выжимать из этого. Так, ну-ка. Раз, два, три толчка. И я всех сделал. Ну, вот, кстати, даже этот наш самый большеколесный чел, он тоже пушен стопил. Хотя он в конце там пампит, но. Сейчас я велосипедистов обгоню. Ну, сейчас в горку приходится ехать. Заметную, причем весьма. Не знаю, сколько, 10 градусов. Четыре, наверное, есть пять. А потом, по идее, будет небольшой спуск. Так, ну, я оторвался от второго пака гонщиков. Первый вот авангард передо мной. Я, как и обещал, принципиально этот блок. Пойду только пушим. Сейчас еще немножко добавлю обтекаемости. И посмотрим, насколько это будет влиять. Но я от них сильно не отстал. Сейчас еще там три энергичных толчка. И снова догоняю. Сейчас прикидываю энергозатраты, если я сейчас пампил. Я бы, наверное, уже не то чтобы прям устал, но вот основная проблема в том, чтобы резонанс поймать, это надо сильно зажимать кор. Соответственно, глубина дыхания снижается. Оно становится таким поверхностным. Полностью легкий не провентилировать. И, соответственно, тоже, если долго так делать, может наступить такое окружение, которое наголодание. У меня был такой опыт тоже. Поэтому нужен такой здравый, скажем так, баланс между энергозатратами и КПД. Если бы мы про спорт, типа хотели втопить, просто пожечь калорий, то да. Я думаю, что для большинства, кто работает в офисах, для них это как раз такая душина. А я из всех, кажется, единственный, кто работает на колесах. И для меня, наоборот, бывает отдушиной посидеть где-то. Хотя отдушиной, это когда тебе тяжело, но у меня на моей работе физически бывает тяжело, эмоционально. Но в целом, смысловая часть мне дает очень большой кайф, потому что я с удовольствием это делаю. Вечерний туалет. Кусты эти, да? Реально? Пошутил? Ну, не удивлюсь, если честно. А где он, кстати, он куда-то уехал, да? Да, встанно. Я придумал, короче, этот, как его, конкурс? А, или как? Полная. Получилось? Да. Теперь твоя очередь. Здесь. Как стоит, да? Правильно? Друзья. Я отдельно. Я отдельно. О, правда. Ты здесь не много, или ничего? Ты просто совсем иногда вырываешься на перекрестке, и сердце забирает. Что-то новое препятство. Я убыzi. там просто я так понимаю что растянулся очень сильно нас могли потерять или все знают на шоке там девчонки-то мне кажется так не могут быстро пить так а кто у нас там тот замыкающий мир и все подождите немножко и вот и 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 дима тот свет яхт как тебе новый сравнивать с вами сравнивать с лангей динейский газ призмы не пришла еще но то что там два случая уже утвержденных можно знаешь например вариант такой но может и не понравится но если прям хочешь против осталось живой можно практические диме отдать ребра он сделал усиление и тогда и просто сразу кармин кристина там что-то верещит есть и я предложу и купить он вообще не купить думаешь стоит ну и сады не широкого ей на мелкой доске уже будет сложнее намного держать там парит понимаешь даже на таких колесах у меня есть на таких же колесах я на нем еду но примерно на 3 медленнее везде просто на нем застреливаешь я не могу прилететь на нем так же спокойно на этом любой там стыкли что-то еще потому что короче база выше соответственно это все влияет ну не знаю она же тяжелее нет будет призна чем леса сам все дека просто мне кажется все ее используют как площадку для экспериментов это кристина со всех сторон если кто-то хочет научить память ну мне кажется ей нравится она такая любит она как-то в центре внимания ты не видел пластмасску не видел это пластмасску зыркой который и кубик купил нет не видишь интересного вадима там всех привез теперь все время ищение что у тебя чел отжал футбол или это ты похудел только шлем другое да поехали минуту минуту вася покажи пожалуйста рюкзак как он у тебя но нет это велосумка считается вилла когда-то хорошей вентиляции чем там есть они разом смотрел режим up hill down hill то есть она удобная тянешь две лямки у тебя дышит хочешь плотнее прижаться во время пампа до двух сторон потянул ярлычки прижимается а сзади она специально вот именно на пояснице одевается он там не потеет но не хочешь подержи у нее базовая вот это от сначала резинка но она продали находишь положение удобно потом просто фиксируешь до надежности то есть фактически очень удобно и быстро снять надеть два кармана для бутылок отдельных совершенно такие карманы куда камера там смартфон вязать на что он банк и гидропак комплекте идет на полтора литра я просто не использую мне очень круто достать блин я для таких каких-то на путешествии прибавляющие ветровку влезает то есть например осенью катать вот сейчас жарко да сели посидеть рюкзак например он очень сильно если ехать как эти ездили енисейский марафон там где-то заказать как на если в городе так покататься сейчас допустим проводится примерно 19 а будет 13 захочется накинуть я поэтому кофту я делал уже чувствую что к вечеру так вот где-то тормозишь на единственной мэйки дайте все футбол тебе нужно она просто баланс не держит пушим не тормозит мира я пробел не помню что ты вам да 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 работает Я не могу просто ехать, ну так играет, я его, когда этот уменьшаю звук, когда уменьшил, приятно? Не болтается, ну бывает срезает, но в общем и целом. Человек сидит Дзен, поймал. Рома, да? Рома сидит, Дзен, говорю, поймал. Он такой, да, он прям хорошо. А, я хотел сказать, я же этот икарус обкатал, ну ребенка купил икарус, а он не стал. А ты, кстати, вопрос у меня, ты купил себе второй вангард что ли получается? Ты два их? Нет. А ты один продал? Я продал вот Руслану. Ты трешку продал, да? Да, да, да. А почему? Как ты себе это объяснял? Ну, я просто у Димы попробовал второй и понял, что трешка... Не хватает плотности это, да? Не хватает плотности, не хватает стабильности. Он все-таки, когда начинаешь на большую скорость выходить, он начинает... Ну согласен, да. Немножко подколбашивать, да. Да, он такой этот, и он все-таки помягче. Ну, я как и у Димы прокатился на втором, понял, что это просто вообще какая-то песня в рейсе. Вы даже не пытались ездить в стоки, когда симметрично обе подвески? Нет, я вот... Не, я... Ну, на этом же я катался, ну вот, в стоки. Просто хочу вот эти углы в следующий раз снять. Попробовать как будет, потому что задний зажимает. Попробовать... Ну, хвост задний, он и зажимает, потому что там 43 градуса стоит. Но не так сильно зажимает. Мне вот самое стрёмное, это маневренность. Мне вот не хватает. Я понимаю, что я на Икарусе могу вписаться почти везде, там, даже на скорости. А вот на такой я уже, ну, должен учитывать это. Даже вот в широкий тротуар, как на Новоизмайловском, я вот не получился. У меня ни на одном из Икарусов, даже на сайт-виндерах, полностью дыгу вписаться было. Ну да, он такой подъехал. Ну, я, кстати, на Икарусе тоже вот сгонялся и ехал. И он повторяет, просто у него чуть-чуть, ну, есть некоторые преимущества. Мне вот этот конкейв нравится. А чего ты не поставишь себе защитку? Ты можешь себе прозраченное печатать, кстати. Или из белого ТПУ пластика. А я, ты знаешь... Вот эти углы стоят, да? Ну вот, болты, надо большие сюда ставить соответственно. Ну, как бы только из-за этого. И высота поднимается. Десятки поставил. А это ты нашел толстую, да, уже такую? Да, это я сам сделал. Это, смотри, я сюда... Ты ее грел чем-то, нет? Нет, нет, нет. Я разрезал до сюда, видишь, до сюда разрезал. Да. А туда вогнал, скрутил меньшего размера. Я понял, да, как банк. Сигарету, да. И сюда скрутил ее, чтобы потрогать. Да, видишь, достаточно жесткая. То есть удар должна выдержать. Корее всего, до деки даже не дойдет, да. Поэтому вот... Ну, пока меня устраивают. Хорошо, да. Ну, как говорится, технологии на месте не стоят. Так, мы едем куда-нибудь? Уже девять почти. А, во, уже человек подъехал. Вон, в среднем сеток. Сейчас поехали. А вы кого-то ждали? Алло, человека, да, ждали. Хорошо. Я очень доволен. Я и карусом... Нашел свой баланс, да, в общем-то. Баланс, да. И карус я тоже не списываю. Потому что он очень... У него своя. Знаешь, что понравилось? Такое ощущение у этого конклеева, когда ты едешь, ты как будто в этот... Он еще дропнутый, как будто ты вклеиваешься в него и все. Абсолютно точно. Вот меня на Ванге немножко этого не достает. На скорости когда? Ванга, она такая вот. Мне кажется, больше все-таки она вот это, знаешь, набрал скорость и на ней едешь вот этот флексом. Да. Ну, короче, балдеешь. Да, согласен. А вот этот он, конечно, такой вездеход просто везде идет. И, кстати, на нем же можно все то же самое делать, что на Ванге. То есть, ну, и пружинить можно. Практически, да. Да? Видимо, под горку мы все-таки едем этот кусок, потому что скорость как-то вдруг хорошо очень пошла сразу. И фонарик мой тут помогает. Достаточно заметно. Самое главное, что я вижу, если кто-то рядом примелькнет, луч фонаревы выхватывает, уже это добавляет безопасности. Чел решил не рисковать. Посмотрел на нас и замер, чтобы спокойно могли объехать. Вот большой плюс для меня фонарика, который у меня сейчас внизу, сбоку я его закрепил на сумке, что когда я еду лицом вперед, вот он светит передо мной, все удобно. Если разворачиваюсь для пампа, он светит вбок, но я могу повернуть его голову в направлении движения. Если бы он еще автоматом это делал. У меня, кстати, мысль была какую-нибудь списанную DJI первую, например, там взять и голову камерой заменить на голову фонаря. Будет, наверное, забавно. Можно направлять будет, там же джойстика можно еще управлять. Единственное, силовые провода там должны быть, там большой ток будет, очень, как они там будут в кардане в этом размещаться. Я не знаю, как там вообще связь-то устроена. В общем, удачно я выехал. много досков смотрел, попробовал три ванги, сделал заезд на скорость. Не знаю, что получилось, но если вы это смотрите, значит, вы уже увидели кусок, который я еще не видел. Так, это я, конечно, тут тоже заболтался и переехал перед машиной. Хотя там светофора никакого нет. По идее, просто тут такой странный перекресток из двора, как будто выезд. очень широкие здесь площади улиц. Здесь уже метров двенадцать, мне кажется, ширина тротуара. Но это, скорее всего, не тротуар, обычно, по слову, а такой большой спот. Не знаю, стоянка, не стоянка. Так, камеру оставлю, а фонарик прогашу, чтобы не тратить батарею. Я единственный, кстати, из всей тусовки, то в майке, сальные футболки, столбтовки. Не знаю, мне сейчас очень тепло. Расслабим, да? кусок тут приятный полукруг делает тротуар это один из самых интересных роликов наверно будет у меня за последнее время наш формат специфический это необычный trip и путешествие группе людей на приличной скорости я когда сам себя катаюсь мне как будто незачем гнать а тут некий такой сам по ритм задается коллективным разумом вот и потому что сама видео более динамично высмотреться так ну вот тоже впереди детишки с ними надо очень аккуратно мистер грин хотя свете фонарей немножко свет этот еще дневного не такой яркий хотя вполне вот тоже все зеленая дрей видать издалека это очень удобно в сумерках либо где-то где недостаточная видимость ну и плюс визуально в толпе его легко вычислить забавно все это выглядит в пачке людей это третий флекс тогда 2 2 а ты его ты отжал у андрея до диме я еще пока не понимаю на ней проще сместить обе ноги в первую треть да да вот 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 и работать такими вертикальными волнами как ловняком в общем почувствовать на она на скорости километров там 18 19 начинает этот резонанс ловить на меньший будет сложно так аккуратненько переезжаем пока зеленый я не то чтобы прям сильно нарушаю зеленый просто желательно пешком переходить на у меня просто не хотелось тратить скорость эту которую набрал а вы так не делаете это третий да можно прокачивать симметричная да без разницы так как раз от 3 стоки без всяких угловых хотя по-прежнему считаю что третий самый интересный мне кажется кайф от того что он короткий достаточно большой и кстати субъективно из-за его длины меньшей он по жесткости похож на 2 вполне себе так что я может быть и хотел бы третий себе чем 2 больше не знаю есть у меня такое мне нравится я бы чуть ли себя потуже затянула в целом 3 flex андрей ты по живому сравнивала у меня просто кажется что за счет меньшей длины он очень похож минут пять-десять по 2 2 длинный 3 короткий они измеримы и длина например да сама возможность сделать вот так и его маневренность городе у меня делает третий более интересным но это мое с моим стилем катания вот он он дал им более универсальный карточки зрения или этот толкать все помещено легче у него база короче не да я эту пробу я люблю вот это как измерить в топить да и там вот как бы я прямо потому что ратино когда их обратно там допустим под горочку едешь на большой уклон когда разгоняешься очень хорошо на нем на длинные классе хорошо в этот дошел и просто тут не идет точнее памяти просто хотят и тут у меня входишь так что я вот пока за третий голосую это мой экспириенс такой то есть для лгп 1 2 для катания по городу 3 это кстати впервые вот я 3 когда попробовал андрея увидел что нормально поднимается ногой и сразу понял что это вполне себе городской снаряд сам печатал можно будет сделать тогда по идее подъемник до подъемник ну типа вот когда по городу катаешься нет если сделать выступающую часть за ноги и надо так вот такую делать все кажется я просто видел года три назад продавали в москве вангард с приделанным ну вот такой вот рыбий хвост привинченный просто человек ну чтобы поднимать явно делаешь смешно смотрел на полном серьезе вот так ездил это троечку до двойка уже сложнее сильно неудобно да и как бы полцесси никак не это просто тележка я даже в метро сложно возить то что она колеса крутится постоянно понимаю возможно я вот здесь антену проще будет у нее десятки разве стоят в реке а углы это похоже на 5 больше мне кажется что думаешь 70 10 это уже прям прилично а ты кстати вот понимаешь он стоке 3 он практически идеальный по всем пропорциям там даже не нужно ничего задирать это все двойка уже не надо я думаю что есть люди которые мнительные как бы у него чуть не получился он кому-то отдал человек кайфует и но мы пошли зря отдал какой начинается такое разрывает всегда больше да андрей короче лоханулся ты чем мы предали наш магазин что ли получать не мы зайдем в этом не удобный формат что микро пузырьки они дешевле было купить одну двухлитровую просто передавать неудобно да типа не гигиенично дима давайте теперь ты свое мнение по поводу третий и второй я говорю что третий более универсальный его удобно поднять он как и карус практически для города вполне рабочий вариант вот это уже в городе например точно не надо ли не кататься мы веду среди людей где-то то есть этого не вариант это лдп да такое вот тут это я чтобы андрей сейчас начал переживать зачем он отдал 3 он же повелся на тебя ты его соблазнил на двойку до андрей прочувствовал всеми своими фибрами я просто знаю что я знаю то что знаю но не говорю так он же начал встретил ты знаешь что так ты же его купил он для тебя привезли единственный баяк траекторию до а это 75 до до а нет 70 нет 75 единственное что чуть-чуть мягковато вот а там просто штаб на этом фиолетовый на оставить они от фиолет нет или то раньше я не вижу темно оранжевый да надо ставить эти . бочка скорее всего кстати этого не пробовал на желтый до сих пор а вообще не 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 желтый а мы чё все или еще куда есть попросили подождать человек в туалет пошел что-то я еще не пробовал ты супер сани плавал как он шустрит пока все они и тут ими идет или голову просто вот этот вот очень хорошо идет венсор да неожиданно катана катана я думаю сейчас буду за счет но у вас и подпел он реально жестче я не все это все все ребят Ну что, времени 21.11 или сколько там? За эти же за этот же крышек Прикласски! А ты ее продал в подвесках или деку только? Ну да, как покупал. За сколько? 120. А покупал за 25, за 30? Да, да, да. Ну я вот эту за 24. Тоже в сборе уже целиком, да? Подожди, а голубые там, откуда взялись эти хиты, у тебя не стояли разве? Ага. Так, 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 так. Так, ну вот, ребята, тут сейчас торможение дугами можно как раз поделать. Тут начинают панически ребята стирать себе кеды, а вот я спокойненько дугами сбросываю скорость. Единственное, что встречный транспорт надо учитывать. И вот мы закрываем, 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 закрываем. Закрыли дугу, опа, целиком. Собственно, вот так вот можно поберечь обувь. Получается, за 20 продал, за 24 взял. Вполне нормально. Да, напомню. Не знаю, мне как бы нравятся колеса. Я особо такой разницы, мне 165-180. Ну, такая... Зато у тебя самые красивые подвески вообще. Сиреневые. Сиреневые мне прям вообще нравится. Цвет, блин. Сиреневый цвет и вот это сочетание такое прямо. Особенно в сиреневом тумане можно красиво ехать на нем. Хотя сиреневый туман над нами проплывает, но если подпрыгнуть, можно достать его. Сиреневые. 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 Прямо такая классная... Прямо уже ждешь, когда, знаешь, работаешь, ждешь, когда покататься прямо. Вот. Тебе нравится формат такой, да? Ну, я, кстати, еще и еду тренироваться там мною, вот, в СКА допустим. То есть, я люблю еще, знаешь, мне нравится круг, встать, вот, подвиниться. Погонять кругами? Кругами. Правильно. Там хорошо прорабатывается все тело. Согласен, да. Там кор работает, мышцы работают. Ну, как бы, бедра там. Это тоже интересно. Потому что не всегда, ну, хочется там, ну, как бы, древний такой поедет в машину. Хочется где-то так особо недалеко, чтобы не было. Андрей, рискнем до того асфальта или нет? Давай. Давай. Там, в всяком случае, хорошая прямая. Ну, давай. Может, уже положили. Здесь, здесь. Как там мы будем? В корме? Похоже. В корме. Что здесь, Люба. Садись сюда. Да. Сюда. Сюда. Здесь. Здесь. Дальше. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Вот это немножко напоминает Крым А вот не знаю даже чем кусочек такой Листва, просвечивающий через нее свет фонарей И достаточно еще тепло, но уже с таким легким намеком на осень Хотя я все еще в майке еду Кто не верит Вот я еду реально в майке И мне нормально Причем я не скажу, что я там сильно втопил Так, чтобы загреться Вообще совершенно в таком easy В челловом даже немножко режиме Все это происходит Много асфальта у нас в городе И вот парни маршрут разведали Соответственно мы едем уже по Более-менее проторенным, как я понял Трассам Так, что-то я остальных потерял У меня просто возникла мысль сейчас, что А не, а вон едут Значит все правильно Я просто подумал, что может вообще ребята уже по домам разъезжаются Кто-куда Просто все растянулось сильно На длину Так, ну пока еще кусочек хорошего асфальта впереди Да, вот тут, например, без фонаря вообще Не знаю, как Свой убираю И что Практически ничего не видно Если бы он был закреплен на доске Наверное, было бы чуть интереснее Но при пампере бы, наверное, вот так открутился На более распределенный луч на строить Ну и на лобный тоже можно заодно Чтобы, по крайней мере, в поле зрения было все видно И большой еще плюс на лобных фонарей Про которые тоже не все, наверное, знают Он идеально работает со световозвращателями То есть когда источник света находится рядом с глазами Он даже далекий какие-то или не очень качественные фликеры Очень ярко высвечивает сразу То есть можно увидеть пешеходы или велосипед При наличии у них таких световозвращающих элементов Я высадил половину аккумулятора камеры Наверное, весь уже не потрачу Мне кажется, что мы потихонечку приближаемся к конечной точке Сейчас посмотрю, сколько мы проехали в километраже Я километров сколько-то, наверное, 5 Начальная часть не участвовал Потому что стартовали от зенитаря примерно Так, я проехал сейчас 9.33 А может и не 5 Не знаю, может они там и 10 проехали В объекции благодатно уехали Не знаю, сколько там Чистого времени у меня показывает 45 минут всего лишь Чистого это без статики Когда мы где-то стояли Вот, еще из интересного Вроде я еду Типа в толпе Одна покатушка Для ближайших людей спереди и сзади Но Сзади 100 Спереди 50 метров Поэтому Совершенно спокойно Можно себя чувствовать Даже интровертом Красивый очень розовый фолькслаген жут был Как Как эти шарики У них похожи Такой у них Такой был, по-моему, голубой Тиффани Все это А этот розовый Так Это мы подъехали к Жуково Сколько я понял Да Сейчас мы едем по Казаково Это оба Казакова и Жуково Какая там дальше машут будет Ребят, пока не знаю В общем, под дождем посмотрим Ну чего Добро пожаловать Так, через ногу ребят готовим Докуда вы едем, Диман? Докуда вы едем? Ну, по Сиди-то Завива, но не доедем Потому что мы оставшись у Сиди в участке А только асфальт по всей И в лине Казакова идет, да? Да, да Сейчас мы едем в сторону По-разному постараюсь По-разному Знаешь, я особо не могу с ним Попробую С подакой я выкрублюсь И попробую камеру Тут очень узкие кусочки Я помню, что я там Такой дурной Я как-то катался в начале лета Тесно было Вот вдоль этого забора Ты не ведешь статистику Сколько проезжаешь там за неделю, нет? Нет Просто я кайфую камень Вот Руслан у нас все пишет Так что если надо будет обратиться Нет, у меня пишет Не мой трек, собственно Я постоянно Когда катаюсь Так, ну тут сейчас будет Такой кусочек Где надо растянуться Будет нам длину С интервалом Достаточным, чтобы Не впилиться Впереди едущего А, тут, кстати, получше стало Тут было что-то совсем плохо Когда я был в сегодня раз Как похоже, что Сделали тротуар Желтый свет Такой импортивный Это вот Фонарей этих Это, по-моему, газовые Все-таки пока Газоразрядные Типа как Галогенки их называются Они дают Такую желтизну Неестественно Глаза им это выглядит иначе Все более В оранжевую сторону Приятней Так, ну вот люди тут Не умеют переезжать Стыки И из-за этого Немножко рвет Темп Ну ладно Все постепенно Приходит Да, тут действительно хороший Очень асфальт Идет почти до ее Тудьяна Уже скоро будет Поехали Самый опасный Период Это трамп Знаешь Неожидается Ну Спешком высокое Возвышение Там можно очень легко Ближе На Икарвисе Оно прилетается Легко Если правильно Делать Надо просто Один раз научиться Переезжать все это И потом больше не страдать Согласен Да Ну это вот Надо учиться Так про все можно сказать Василий В следующем году Все круги Роди бога Хоть когда Я пока живой буду учить Пока живой буду учить Всему что знаю Завтра кстати у нас Мастер-класс по пампингу Я начало не снимал На улице Пока идти Так Подглядывание за подглядывающими Снимаю Диму Который снимает Все помчали Ребят Здесь хороший участочек Единственное выезды Смотришь Едем за Димоном Окей Обогнал все Поехать Чистым пушем Нет Наврал Че сказал Не пушем Чистым пампом Чистым пампом классно здесь действительно большой кусок давай давай царя гвардия короче море пампа и немножко пуша и все в хорошей теплой атмосфере новичкам наверно не советовал бы этот маршрут кто уже как-то катается я посмотрю потом средний темп самому интересно хотя какой-то наверное сейчас я примерно могу посмотреть в реальном времени что мне показывает не пока не здесь не посмотрите потом статистику идет хорошо она не она не для такого мне кажется вести на не хватает не бед сожди а закачи покажи Субтитры делал DimaTorzok Сделай кикфлип Субтитры делал DimaTorzok Саш, можно суперсоники прокачивать? Да, конечно Я просто ни разу не пробовала Давай я потом на место поставлю Так, суперсоник Значит, первое впечатление Он тяжелый Тяжелее икарса Низкий, как и все пантеоны Так, сейчас проверим, как он Ой, какой он тугой, капец Сзади еще отрицательный угол Очень странный Так, он для Wiggle сделан То есть у него получается На короткие и частые реакции настроено А вот если я захочу Короче, я понял Он для малоамплитудного пампа Такого вихлястого Но мне вот не очень это по душе То есть он нормально катит С этим усилием небольшим Вполне, но блин Не могу сказать, что меня тут сильно вдохновляет Просто режим Все, мы же не засиделся Если режим учителя Ну вот, если с утра Понятное дело, мы все равно Не отдайся, мы все Придирать Во сколько же катать поедем туда? Входные по-своему Наряда Я выехал в 9 утра Вообще Это дизайн или там решетка внутри? Просто есть модель Которая внутри матрицы такая И стекло Не могу понять Вот так вот сейчас утра встаешь В 7 утра То есть ка собрали И все ее кончайно залив Вот раз за 9 и обратно В воскресенье как раз Я кунулся Ну это летом Да Я просто предлагаю На час мы с клиниками И здесь проводимся Ну что, ты же можно ехать туда и проводимся Да? Да Ну что ты Давай 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 да это похоже это все слышно что вы за алкоголь дай бог чтобы у нас еще не последние недели такая была теплая у нас значит будет еще плюс в месяц летом кстати даже вот сейчас температура более оптимальная для покатушек чем летом было потому что когда 25 это уже очень невыносимо жарко совсем свежий ветерочек спать когда ты не спишь на выходных могу себе позволить сейчас вообще не работаю у меня прекрасный времяпрепровождение ренат каждый раз с утра начинает казаться а там с 10 платный ход он в 10 часов я раньше там вел занятия и мы прибегали там типа вот за минуту близкие проскакиваешь за тобой уже людей тормозят там асфальт подраздолбали да мы же были про хорошие куски а сейчас я посмотрел по видосу а потом дальше до кафе а потом начинается зерно но я просто как бы для меня это был фильм была пропампить без толчков максимально дальше и пофигу какой пока на твоих колесах мне кажется действительно пофигу какой пока не чувствительница ниже тяжелой на зернистом покрытии сложно распамкивать они конечно съедают вот вам пить тяжело потому что они тяжелые и так может на видео кажется легко и на самом деле они тяжелые ну по сравнению с деньгой макфлайм ну а там как потом заканчивается и вот где знаете где ворона живет и вот оттуда потом приоркайф через мост и обратно уже вот и лагина макисовском и марсельеза как кафе ресторан ну короче силагина выходишь налево и там 5 минут короче на бережном артуре просто вовремя тему поймал у нас канал на ю тубе что-то ради меня перебил давай что ты говоришь канал на ю тубе да? а как это называется? мы по-моему виделись просто виделись, да знаешь где мы виделись? на скаре да я тебе еще давал канал да и группу вконтакте и все ты тогда еще не катал это был какой-то на чем-то странном был да у меня дропдаун был и ты говорил что на велосипеде катаешься, нет? я хотел велосипед взять, потом решил дэнсера взять и ты на айтишника какого-то учишься? на айтишника учишься? на компьютерной безопасности я да вот и встретились второй раз ну хорошо будем считать что правильно инициировали твое интерес я как-то с сыном не ходил? на занятиях а когда? в зале еще нет? да, в зале у меня еще там Тин был да, помню с Сектор Найном да, еще тогда был вопрос надо ли туда ставить ну, был вопрос про Сайд Винтер как раз тогда еще я помню что мы обсуждали что-то такое давно было да, 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 да и они, ну, я не получал спать на тех колесах когда мне прислали когда-то я Дэд Бода купил ну, я просто ну, я поперло так что я ну, это такой я думаю что снаряд под человек конкретного потому что большинство я думаю это ни к чему такое вообще я даже не спорил то есть это чисто я покупал это необдуманно просто мне вот хотелось большие колеса я не спрашивал на кого я купил и меня вот понимаю эту гонку тоже я вот дошел до до восемьдесят шестых вот девяносто я еще могу наверное представить вот Дима на Боа когда делали этот признак а выше уже вот даже вот на сотке же, да прям тяжело 105 даже тяжело да, стартуешь и прям чувствуется такая в начале ну, инерция но флекс помогает значительно когда делаешь толчки именно по высоте тебе хватает немножко веса тела чтобы начать его сдвигать пробовал ради интереса с места его распампить вообще без толчков нет ну вот этот я на вот этом комплите я еду вот ну как бы мы уже катали 25 км вот 3 дня назад это был первый раз сейчас второй раз но сейчас мне уже лучше Дима предлагаю челлендж для памперов распампить доски с места все попробовать с места без толчков вообще с нуля это я глядя на доску Рената решил попробовать самое сложное кстати будет суперсоник мне кажется скачать да хотя нет если вот ну может быть не знаю я просто на нем сейчас прокатился и он прямо заставляет тебя вот только вот это делать нет но там он просто нет он не дает ну широкого раскрытия за счет чего на задний угол еще отрицательного прям так я можно я попробую можешь подержать я сейчас датбоды с места хочу распампить и так распампливаем датбоды с места да веселые эксперименты от Василия с нуля так ставим под горочку непонятно это горка подъем да как будто бы подъем Я буду умный, усложнять себе задачу. Здесь уколы разные? Могозов протащит. Горка чувствуется, нейтральная. Вот так, да, вот это норм. Все, уехал в точку. Ой. Все, все, Василий набрал 20 км в час. Так, так, да, сейчас он скроется. Ииииту появится! Вот эта граф ON 7 конкретной толпы. Тяжело. Можем попробовать хоть? Ну давай. Инерция колес и флекс первый. А Lecadaus после этого, мой вообще, очень easy кажется. да куда это причем он еще знаешь почему тяжело его даже подхватить сложно вот первые метра 3 раз пампе с места вот мы делаем такой челлендж скрутка взять на добавлять тебе должен акцент быть на передние когда надо вот это зажми центр и поделай вот эти вот тугие вращения ну узел чуть-чуть уголок туда но просто техника то есть физически достаточно тяжело тут надо удерживать усилия чуть дольше чем комфортно чтобы его хотя бы стронуть сейчас назад потащить тебя наверно под горку возьми диагональ да вот сейчас я стартал да вот получается нейтраль в общем прям интересный у нас эксперимент вот андрей я в тебя верю так ловой так и прыгай дальше так 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 давай-давай-давай-давай-давай пошла 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 чуть-чуть назад но вот и карус свой вообще в лучшем легко могу распампить там сколько опять да 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 надо поэтому ставить но тамбовский надо кстати на если бы еще было бы не можно было бы уехать слушай я могу показать такое нужно как сам вертлявый снаряд ну который прям до а вот это второй и карус у него на это нукликсы оранжевые стоят они прямо мягкий который третий флекс второй флекс а второй и карус хотя помягче да это так подержите кто-нибудь тамбовский это вечерний роман в отсутствие романа так вечерний роман тамбовский стайл не по-моему не докручивает да это это доработанный стиль чуть-чуть василий добавил своих элементов не кстати не не вот это вот сейчас нормально у вас я очень хорошо учащен как-то ведет да 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 есть колено у него коронего есть колено да 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 так нужно добавить мягкое колено даже хочется назвать его рома вот это прям близко-близко что конкретно на самом деле правильно так ребят собираемся как я hoop деймбери поднебным жестковатым да 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 я же 70 ну да для меня так жестко накоплены машинки у нас наверно под какие кстати я стоят снизу стоковые до 6 эти веном окном они но ста три а это восемьдесят а ой 8 90 желтые директор и дагон они еще с прислезан вашего они с губой такой внутри снаружи он еще входит внутрь бошенга поэтому очень жестко фиксирует и отдачу повышает на вот под меня я пробовали пробовали на этом от нукликсах это фиолетового и там получается прямо такой знаешь горку прямо ловишь как будто доска не белым не мягкий он не избыточный кукликс и хорошая она фиолетовая они же они же вроде как бы по пониже чуть-чуть до чем эти они поужину там за счет там же снизу вошар тарелка идет да ну вот а здесь и плоскочек то есть этот на скорости более стабильность дает на нукликсах очень прикольное ощущение когда ты ее двумя ногами просто толкаешь ему толкаешь и там есть так хорошо чё-то отказался а и просто пробуем этот а ну ладно нет больше на скорой там на скорости он ныряет чуть-чуть все таки за из-за конуса но этот который да там же идет он такой конус но вот и он в этот момент под подныривает этот более стабильный на скорости но тут более такой вот ну как бы памповый два варианта есть покатал на таком и другом но уже я определился ладно ладно и можешь смело экспериментировать хоть до самой смерти не хотят логика на самом деле хочется очень мне понравился вот как ведет себя вот эти все дабл-дропнутые ну как призем как пантеон но это интересно конечно вот этот лауда который на брейк но на потом потом и следующее за ним тангенс да да вот и мне кажется вот прям и хочется комплекте иметь такой снаряд согласен мне тоже заинтересовал я у димана когда она еще не треснула сюда ездили и не сорожна там по прямой разогнались и она просто настолько разгоняется то есть заниженный центр тяжести у доски но ты просто такой кайф скорость от от этого от пуша согласен да должно быть такое очень но есть просто более универсальные еще снаряды типа вот на его summer deviant там просто еще и очень функциональные киктейлы у нее она подлине немножко раньше она была под дыха сейчас уже такой формат немного у меня была такая долгое время вот и вариантов то много просто сейчас мода идет на лдпшки такие это вангард уже сколько ему там 14 или 17 17 лет по моему что-то уже очень давно первая доска у них было уладит до сих пор она выпускается практически без изменений я понял что сначала когда вот в начале сезона да 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 разгон делал через через дел когда вы туда раздал задние переспину так набирал да но она конечно там этот но когда разгон начинается через закручивание через закручивать перед не да и вот этот на нога начинает то есть ты начинаешь протаскивать скорость конечно видишь как знаешь какую-то педаль газа даешь так и пошел там дальше еще идет асфальта самый топчик час ближе к заливу да тот фонари и зато есть хорошо на самом деле кто-то к приятного в наше вознаграждение кристина держал такой темп или вы ее ждали на самом деле хорошая практика и она сама столько не вывезла в компании всегда можно больше поехать и мне кажется это для не очень полезно будет тут легкий даунхилл переходящий траву сейчас обхилл будем делать сравниваем памп так тут темно сейчас я буду включать свет чтобы очень видели хотя бы да тут божественный асфальт не хуже чем на новоизмайловском так и скорость у нас было по 20 тоже папам ребят догоняем так мы сейчас 21 скорость ну вот по такому асфальту ехать 20 21 вполне о как свежестью пахнулась залива офигеть так опасность перекресток впереди так но мы оторвались очень сильно метров на 200 это основной пачки ребят вот собственно у нас самый авангард так у меня батарейка кричит сейчас разрядится сейчас я попробую подключить пауэрбанк иначе просто съемку придется заканчивать так вытянул проводочек вот он теперь надо нащупать сзади пауэрбанк и кнопочку нажать на нем чтобы заработала не знаю заряжается или нет непонятно в общем я провод ставил на не очень понимаю из-за что сейчас вожу из камеры я стал от ребят короче а вот зарядка пошла слава богам все сейчас должен дотянуть и так скейтери местные надо как-то аккуратно разъехаться даже скейтерши приятно опять я в одиночестве остался ну что пойду догонять ребят камера немножко усложняет памп но сейчас попробую скорость рекордную набрать и показать вам дисплей спидометра ну вот 24 хотя спидометром не абсолютное значение меряет моменте статистику за последние ну секунд пять мне кажется с целью экономии энергию это делать дугами гасим скорость я отстал потому что у меня камера горчат вырублюсь включать пришлось шикарный кусок он даже интереснее чем новоизмаиловский потому что здесь точно нету выездов никаких и безопасное есть окончание здесь просто если ты вылетаешь на красный можно не вписаться там же строительные проезды мне вот здесь вообще прямо где огонь так кусок я еще такой вы уехали вперед а меня встречи видят скейтере так все не понял потом садов девчонка просто тренируется какая-то но когда первый раз сюда выехали я просто вообще ну аж прокричался такой момент ну такой давай щас а сейчас прокричимся от радости от радости такое ощущение было знаешь это прямо я аж не знаю как там в калифорнии у них устроена но думаю наверное примерно также хорошие дороги и можно прямо ехать и ехать и ехать и ехать и ехать вот на этом куске можно тоже замер мне кажется делать на скорость хорошие сейчас может быть я вот смотрел у меня здесь чуть поменьше был чем она визмаиловском где-то 24 кажется всегда что быстрее кажется что там чел писал который в чате был там да я тридцатку обычно помплю то есть я тоже так думал 15 км в час это но есть очень простой критерий для меня пушить удобно до 17 после 17 18 19 пушить можно но ты уже чувствуешь что ты пытаешься догнать свою тень условно говоря да с этой скорости начинается уже преимущество папа вот а больше двадцати двух это уже прям тяжело совсем потому что сопротивление воздуха начинает уже активно ощущаться и хочешь не хочешь надо резонанс ловить но и тело как-то включать и либо доска должна быть идеально настроена эту скорость она низкой будет неэффективно то есть такое тоже всегда есть некий компромисс надо учитывать вот поэтому ну с моей точки зрения оптимум для города но это где-то вот 15 17 среднем но на ваше расстояние можно держать есть люди которые там ездят 20 есть же соревнования на там где-то европе по городу это тяжело очень опасно ножки так приятно ощущаются вот моментами да как будто кондиционер природный кондиционер а осенью будет наверно холодно от этого до сильно хотя может быть наоборот нагреться залив не нужно запас очень интересно когда вот на закат мы ездили я помню картинка вилла красавица очень приятно картинка да это хорошая машина сейчас осталось обратно на парк и победа получается едешь участки вроде как комфортно в этом есть такое что ты не весь маршрут прямо выкладываешься атакую это тэц какая-то там дать в градирне судя по всему там супер больно вот да и меня вот прям и вот оптимальная я вот прямо доску чувствуете дефлекс хорошо и она набирает блин к мочи и главное что в отличие от короткого на такой скорости как вы сейчас не да ты ее как бы контролируешь она не под ногами не проваливается есть такой и такое ощущение вот как сноуборде есть когда чем доска да там длинная ты чувствуешь весь камни да то есть ты как раскладываешь вес да и тебя напрямую вот так держится короче да получается ты более такой маневровый я бы наверное если мой был по периметру пустил бы фрирайдовую шкурку сама грубую сантиметр слоем чтобы она играла роль вот этих вот запирающих да 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 здесь вот например это очень четко фиксируется она в англии на есть так сказать так называет чуть-чуть нога может этот виднуть вот ей нам из-за этого немножко до бывать не уютно главная основа есть конечно рената это кто соблазнил но нет это все видели не просто почему-то вангу выбрал другого уже будем и потом однажды мы на ска собрались я поставил свиньбор и налоги а ты принципиально на все ставишь их да я уже к ним привык я же пробовал на их пельсах мне не хватает вот этого но мне нравится этот диапазон скажи пожалуйста база заметно больше стал по сравнению с тантином прям ну очень заметно дюймов на 5 наверно не меньше да и как как-то забег темно перешел внутри что извинилась для тебя ну как бы поможет было непривычно сначала я быстро очень адаптируясь к новым условиям тем более катался на банке уже понимал в чем речь будет понятно что немножечко я не знал конечно как сайт винтера себя поведут на ней ну дима я покатал минут 10 наверно на парк победы как выглядит как скейтовое колесо книги как скейтовое как маленький круизер рядом с карусом так и вот это даже но при таком диаметре уже даже если максимально ступицу облегчать уже все равно инерция будет большая тут никак этого не уйти что облегчать наступит сам ухаб я имею что эта часть она облегчена максимально здесь вот но все маховики они устроены как ну промышленные рабочая часть а здесь то есть здесь как бы ну не имеет смысла массу даже большую создавать ну что чем дальше вот оси тем больше поэтому хочешь не хочешь она будет все равно влиять то есть момент старта поэтому в городском цикле динамика будет конечно не очень высокая если нужно часто в конец и тормозить а вот для таких дорог ой ой спасибо я почувствовал что чего-то не хватает горка такая заметно ну что погнали назад так ну вот я теперь заряжаю камеру мне хватит на обратный путь и то есть в сумме получается у нее по моему штатно на два часа она заявлена емкость аккумулятора должна хватать но если это по моему full hd не 4k так надо подсветить чуть-чуть попробую сравним картинку ну вот суперсоник он как раз для такого криклястого пампа частого мне вот он не не очень как бы импонирует этим ну вот идеальный асфальт это здесь здесь и на новоизмайловском здесь он как будто по длине немножко и по более старый поэтому как будто более твердый что ли не знаю как будто такой же устоявшись а отлично все и карус против суперсоника так красный но чтобы вы понимали здесь нет никакого движения так ждем кого-то не ждем а чё за ребята-то это знакомые какие-то нет они просто катаемся телефончик это как надо было визитку им дать говоримся ну что пойдем догонять самых мощных наших памперов это у нас и макурочкин трейдеров на ускор и ренат кого устал диман редкое зрелище уставший дима корочки очень сильный ветер встреч на сейчас попробуем чудеса аэродинамики использовать аэродинамика рулит ренат шутник он сказал что типа я еду в его воздушном мешке как на гонках за машиной остается зона разряжения ну классно я прям рад что поехал были мысли у меня пораньше спать лечь что занятия устал и был а сейчас что-то прям взбодрился особенно здесь вот такой прям приятный воздух свежий залива ветер вас настигнет андрей тоже не дурак как против ветра не иди он все равно догонит с ветром против ветра так и пьюнона уже да фух короче это будет топ видео прям вот что не делай все а потом бац и пока ты поломаетесь ну по крайней мере становится тяжелее а там прям ну ху 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 обратно в сторону тоже ну ветер чувствуется такой да ну да присядешь кстати прям заметно процентов 15 разница в 20 даже если обтекаемую позу принять но при такой ширине можно дугами вполне гасить скорость не стирать по нашу зря не в таком свете просто до кажется все я думаю на камеру вообще все желтое под этими фонарями короче на какой-то мерч сделать и таксессуары или футболки раздать ребятам наши символика я можно еще создать какой-нибудь балтийский по клубешник воздушной волной и рукой я протащил дага придал импульса как деревья сейчас дождемся и увидим тут так вкусно пахнет какаушкой какой-то видимо кондитерский комбинат рядом где-то до когда ехали несколько раз пахнуло а почему от залива такие слои непонятно да то есть не ну какими-то прям полосками холодный воздух статистический второй прямой тут еще этот а там да как кондиционер мне кажется там разница в градусов 5 может быть так а времени у нас посмотрим 22-25 да то есть 16 доедем я наверно не знаю появляется до самого конца хочу до 12 лечь просто так и 14 46 у меня расстояние показывает чисто момента где мы встретились получается все равно где-то да на максимальных участках это средняя скорость 12 4 ну учитывая что местами мы там ждем то вот но если вот например смотри вот ты я и корочки мы могли бы наверное можно стать и ради интереса нас попробовать ну допустим 10 километров да и с максимальной скоростью безопасно и только проехать кусок смотрите сколько можно мне кажется можно там выйти из семнадцати там даже средний именно это если вообще там в идеальный такой кусок можно было бы наверное вот этот новый измайловский когда обратно ехали там же расстояние все равно короткие то есть но там не 5 километров наверно может быть да потому что я в этом засекала я катал у себя от этого вот проспекта славы да катился до фучка ровно и все там ровно и да там еще под горочку такой кончик есть но тот же вечером где-то пол 12 катил ну вот получилось что не было ни машин ничего так засел два километра было на одном ходе идешь прямо ну красота вообще так стартуем нагоняем нагоняем вот у андрея прям шикарный памп я думаю что он даже продуктивнее чем у дима андрей больше в это вложил времени силы какого-то анализа вот дима мне кажется больше физухой вытягивает ну и рената хотя на каком-то этапе мне кажется можно остановиться в плане совершенствования то есть если уже можешь ехать такие расстояния и не подыхать на выходе на следующий день не мучиться болями во всем теле то это значит уже какой-то наработан оптимум трюк 4 4 5 5 есть и Нет, это, кстати, очень смешной Я сейчас-то покажу там на рун кусочки Придумывал разные смешные стили И такой поглаживающий пуш Для людей, которые не любят приседать Сейчас покажу Пойдем на той стороне сделаем Я не знаю, как его делать Не понимаю Я понимаю, как он на роликах работает Это когда ты заваливаешься Или толкаешься Я не знаю, что он имел в виду Нет, он по диагонали Он толкается вот туда Это может работать, если ты не стоишь на доске Ты возвращаешься на доску Не знаю Мне кажется, это такое На уровне самовнушения что-то Вот поглаживающий пуш А я его доставлю Вот такие береги Вот такие береги Продолжение следует... 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 Подшипники меньше вкладни. Ну, в принципе, хорошие любые подшипники. Там плюс-минус похожи все равно. Я бы еще хотел попробовать эти Абики 97 есть. Flywheels, да? Flywheels они называются, лаковики. Да, у них самые большие колеса, 117 миллиметров есть. Superfly называется, да. Но они узкие, они уже, чем дедбоды. Они узкие и высокие. Вот интересно. И там корта меньше. Я могу сказать, что вот эти колеса хорошо цепляют. Должен накат быть побольше. Flywheels. Слушай, но они колеса по цене комплита недорогого, должного. За эти деньги можно купить реально доску в хорошем состоянии. Я их купил по скидке плюс бонусы за 13 тысяч. Вась, посмотри. Про ширину? Твои шире. Ну, буквально там. Мы великие самые широкие по-востоке. Так, поехали, а то сейчас мы растянемся сильно. Так, бортики, бортики, бортики. Вот, посмотрим, как тут. Дедбоды заезжают легко, да. Стали дотаскивают в ручном режиме. Тоже, к слову, о сетапах. Нету идеального сетапа никакого. Есть то, что здесь сейчас для вас несет самые яркие или самые нужные ощущения. Либо функционал голый, либо яркие ощущения. То есть, надо выбирать в каждом каком случае. Потому что вот на примере с сегодняшним людьми я увидел, что в очередной раз подтвердило, что под человека собирается доска. И когда на нее встает другой, он может не получить нужного удовольствия. И наоборот. Ну, мне немножко проще, чем остальным. Потому что у меня чуть побольше опыт вообще катания. И на разных навыках в том числе. И адаптивность выражена. Все равно, по возможности, пробуйте всегда на таких встречах чужие доски. Не стесняйтесь. Или даже где-то можно, не знаю, там на улице, увидели кого-то, остановились, поговорили, попробовали чужую, дали свою. Что-то выяснили, посмотрели настройки комплектующие. То есть у вас будет потихонечку формироваться некий багаж, на основе которого можно уже выбирать что-то свое. Потому что первые разы всегда все равно будут, ну, не совсем мимо кассы, но даже если вам собрали старшие товарищи хороший снаряд, все равно будут сомнения, а то ли это, что я хотел. А вдруг за меня решили, а мне другое подходит. То есть, ну, это поиск, он все равно какое-то время займет. Абсолютно нормально. А вот так выглядит без света эта дорожка. Примерно никак. В темноте видео становится менее информативным. Ну, я уж хочу доснять все как есть. Вот, кстати, будет злющий вообще. Очень-очень-очень злой. Не, я даже не стал я рисковать. Ну, надо скорость проезжать. На меньшей скорости бы, наверное, попробовал. На больший просто удар может быть слишком большим. Тоже там дыра такая в асфальте почти незаметная. Я ее объехал. Кто-то может не увидеть. По-хорошему там понадобится какой-то знак поставить. Тут, конечно, после асфальта, который мы только что использовали, этот прям очень сильно грубым кажется. А вот сейчас кусочек опять хорошего начался. Я, кстати, осознанно сегодня надел все светлое. Что, среди интересно, посмотрю, как я в сумме как выгляжу. Ну, то есть даже и без фонаря меня видно более-менее. А ребята в сером или в черном рискуют гораздо больше. Так, нам надо сейчас решить, кто куда. Я не знаю, у меня здесь желание поехать в сторону метро и по дороге загрузить видео в смартфон и начать его рендерить. Потому что я хочу спать лишь пораньше. Сейчас мы порешаем это. Какой у тебя дальше план можно машинить? Я, наверное, поеду сейчас на метро, потому что хочу по дороге. А здесь на метро есть? Авто в ближайшем отсюда. Одна остановка трамвайна. Ну, просто мне завтра мастер-класс заем, там были заездки у меня. И плюс еще надо мне видео это скинуть, не телефон, чтобы завтра его выложить надо. Насколько часов, чтобы вы это делаете? Насколько часов получилось, да? Мы, то, что она снималась, я даже не знаю, у меня полностью раздавился аккум, это два часа занимает. И плюс еще, наверное, минимум полчаса сверху. Вот, ну там, да, остановка трамвайна? Ну, вот здесь, почему-то, ближайшая. Монтирует на руку. Да. Либо своим ходом, кто-то хочет, до метро могу показать. Можно через мост, но там опасно съезжать. Он очень крутой. Там надо там тормозиться наверху. А если безопасно, то вот так вот по кругу. Ну, идет минут шесть займет, могу проводить. Ну, и мы поедем за партнер. Ну, ладно. Просто если у меня столько ничего не было, я бы, может, остался. Я просто уже чувствую, что будет перебор. Ну, и мне уже становится немножко неприятно здесь в таких кусках. Вот как здесь мы ехали, да, там это все, ну, ты не понимаешь, что под ногами. Там даже если более-менее ровно, там вот кусок, заметили вы или нет, выезжаешь с темной аллейки на светлую, и вот такая дыра в асфальте, ее почти не видно. Не заметили? Там прямо, ну, дыра. Ну, вот, не знаю, когда мы с темной аллеи выезжаешь на светлую, там по краешку в тени причем. Я вот объехал, пациентчику не заметил. Размером с люк, дыра и глубина где-то вот такая. У нее в теории можно взлететь на скорость. И такого дофига-то. Идем. Подождем, да. Мы днем уже проезжали эту трассу. Нет, днем, а днем ты, как тебе объяснить, ты когда днем, сейчас объясню, например, если ты видишь вертикальный столб днем, ты его проезжаешь, и он тебе не фиксируется как препятствие, но как бы ты же не идет к нему ехать. Бывает такой свет, я вот в одном месте знаю, где я постоянно в последние секунды его обнаруживаю, он просто теряется. Когда контрольный свет, например, особенно когда, и ты едешь, ты в последние секунды можешь успеть его вернуться. И такие, ну, когда много ездишь по городу, и такое коллекционируешь в такие случаи. Ну, может быть, ну, просто и туда, и обратно смотрели. Ну, может быть, да, там, где стройка, когда вот перед магазином, там, да, прям есть такая дырка прям. Да, вот она есть, ее не видно, она как в теневой части. Там перед тобой стоит... Да, ну, побольше. Вот. Перед тобой стоит большая дыра, закрытая этим щитом пластиковым. А справа в момент выезда она небольшая, и ее в темноте не видно. Ну, то есть, я просто приезжал, обнаружил, кстати, секунду ее. Там, где плита, да? Ну, да, вот кусок перед торговым этим комплексом. Ну, ладно, это так просто, мысль-слух. Так, а вы как хотите ехать? Каким маршрутам? Обратно вот так, прямо. А, через, по новаторам, да? Да, дальше, под мостом, так же, как сюда ехать. Я просто... А, лицей-литеранов, может быть, я думаю. Мы возвращаемся тем же путем. Только единственное, мы, наверное, не будем благодатно идти, мы поедем по бассейну сразу. Я понял. Мы снова из Майловска идем на бассейн, но это парк-то ветра. Это же дачный, да, Челс? Ты дачный? Да, я не могу сказать, что это такое. Ну, короче, мы жили. Да. Спасибо, спасибо. И вам спасибо. Спасибо за компанию. Ну, если... А, подождите, ну, я ехал. А, я не знаю. Я на ту сторону с вами перееду, а потом поеду в автору. Пока зеленый, можем переходить. Тут еще автору есть. Да, да, я автору поеду пока. Ну, лень какие-то подарки. Пока. Торможение. Торможение. Молодец. Ну, чтобы в следующий раз сейчас это, то уверен, уверен, заставляйте всего. Как там в песне, да? МИРОТОР! У меня такая фоточка есть. Где-то из гаспорицы гитары. Смотри, гим снял. Че-че? Этикетку. А, да-да-да. Чем протер? Пока еще не успел. Протер у нас. Пока, ребят. Пока-пока. Спасибо. Так, че у нас 26. По совету друзей приобрел отечественный автомобиль «Москвич». Новая модель, да? А, наконец-таки. Ну что? А, все. В родное стойло это возвращается. Вот так все доступы по каждому раз продают. Красный. У-у-у-у. У-у-у-у. А, да-да. Какой же я постоянно? И первый раз. я примерно даже понял какой мир сделать снова на фликеры где-то заказать с нашим логотипом и раздать всем потому что в сумерках это очень сильно повысит заметность нас для остальных так парни я я в авто поеду чего туда все говорил ты говорил что поедешь как не вот дорога в авто там просто не через мост да вот туда вот так давай так теперь надо я вам а еще давай спасибо я думаю что будем видеться я хочу мерчку сделать с фликерами или с какими-то светодрожалкой потому что вот посмотрю людей никаких не видно в темноте вообще или футболки балтийский пампинг да чуть такой сначала вот мне по подумать на эту тему потому что вот людей взрослых кто умеет серьезно пампить хорошо я вот могу сказать вот все здесь ну плюс ренат еще то что прям достойно тогда и плотно и качественно сделать можно бренд его продвигать да вот ну что сейчас зеленого дождусь и помчусь на ту сторону если успею сегодня поставлю хотя бы рендериться потому что спать это часа на четыре минимум даже если все бодро делать вот так аринат уже все да я читаю а наверно они стены лет ну ладно выдавались поехал ребят все сейчас пока не до встречи к пока но я поеду до авто поснимаю может быть этот кусочек дороги хотя нифига вам не видно будет того что видно мне точнее что-то видно но скорее световое пятно будете видеть ладно я буду сейчас чуть-чуть его так ориентировать чтобы хоть немножко распределить по дороге я вот кстати думаю следующий раз просто возьму стяжку кабельную пристегнул к доске фонарик просто проверить насколько это все будет работать так вот тут кстати ой 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 я забыл совсем проект тут же там войны и пути у нас в принципе на скорость на можно было пролететь научный рисковать с горки просто и тут у нас памятник тарбургскому трамваю коренький нас такой кстати ходит экскурсионный по городу иногда выходным и по праздникам что-то я вот несколько раз видел его так тут у нас не управляемый перекресток впереди грунтовка кусочек асфальта тут будет приятный участок ровный и под горочку приятная бодрость в теле сейчас у меня то есть я так взбодрился очень хорошо потому что очень свежий воздух вот не холодный а именно свежий как бриз такой стоять где-то в майке дольше получасная было бы холодно но поскольку я в движении все время и в активном состоянии то прям очень приятно вот и не забыть бы мне попробую скриншот приложить с тренировки или просто скажу так слух ну что там у меня намерилась интересно у меня именно чистое время мерять уже рассказывал за вычетом пауз поэтому будет так относительно понятно по нагрузке мне очень нравится состояние тела при пампе который full body то есть не видел а именно когда всем телом и когда в компании то есть как будто есть некий задор который в одиночку как будто не всегда есть откуда взять то есть нам не скучно прям пампить просто так дольше давно минуты например да где-то если ровный участок хорош там да а так просто вот в компании так само собой происходит с приятным таким наполнением вот андрей сегодня рассказывал записал кусок когда он там выехал к заливу вечером и орал там от счастья прекрасно я понимаю то есть это состояние когда я тело еще получила эндорфинов от движения и вид такой красивый закатный все вместе создает крайне мне кажется такую позитивную вибрацию остроты переживания вот этого момента и да надо мне кажется выражать свои массы в таких случаях тут кстати тоже честно меня пахнула такой свежестью немножко даже пронзительные как на зале так но я попал на самом деле переездом да еще и с поливалкой надеюсь сейчас в лицо мне не посетится песок не нормально у нее четкая струя направлены просто от поливалки когда рядом приезжает даже не вода неприятно пыль и песок который она поднимает выносит так бывает что прям тогда вас долетают андресть нормального вот то есть собственно последний штрих перед авто вот это вот этот переход который сделан в виде лабиринта понятно абсолютно зачем чтобы никто на скорости кто-нибудь самокатчик не въехал прошу прощения за эти адские звуки можете сделать потише свои акустические системы этот видео так понимаю подтормаживает колеса колодки трутся трейн споттинг вот это кстати интересный знак интересный знак с точки зрения ответов на незаданные вопросы когда вселенная показывает у меня как-то такое было в точке выбора когда ты болтаешься между двумя вероятностными ветками не выбирая ни одну это может быть опасно вот забавное окончание на самом деле интересно я в детстве очень любил считать вагоны сколько их в поезде и самое большое 200 с чем-то я насчитал там были такие поезда экспериментальные раньше не начал делать или нет двумя локомотивами один локомотив в начале и один сервине состава оба рабочие когда очень длинный они вот вдвоем его тянули я очень надеюсь что это не совсем уши ваши мучают не хочу уже отходить назад я уже занял место чтобы быстро перейти я уже занял место Ну ладно, ребята, я буду заканчивать, просто зачем еще это снимать, если можно начать уже сохранять видео. Всем пока!